Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о родовом духе. Это энерго – информационное поле, объединяющее людей, которые связаны между собой определенным образом. Это может быть эгрегор веры, профессий, творчества, семейный и т.д. Для полноценной жизни нам нужен родовой дух, некий энергетический каркас, который создавался веками, желаниями, поступками и устремлениями наших предков. Проявление соединения с родовым духом рода является совестью, то есть совместной вестью. Поэтому очень лично и наедине с самим собой проанализируйте, какое место в ваших мыслях и поступках занимает мотивация совестью. Это и будет сила или слабость вашего подключения к родовому энергетическому полю. Человек без поддержки рода, что дерево без корней, нежизнеспособен. Его ветви, потомства, могут даже не уродиться. Примеры – холостяки, семьи без детей, последние в роду. Если же наши действия будут соответствовать устремлениям рода, мы обретем родовое сознание, сможем пользоваться общеродовой памятью и всеми знаниями, накопленными в ней. Это наши предки называли здравомыслием, потому что, подключившись к родовому эгрегору, мы действуем по прави. Так иначе правильно. Революции и атеизм отрезали родовые корни большинства родов. Но сегодня важно знать не родословную как таковую, а понимать жизнь прошлых поколений. Через это и возможно оживление рода. У предков существовал обряд благословления. Чтобы никогда не прерывалась связь поколений, благословляли родителей, бабушки и дедушки своих потомков на совершение каких-либо дел, на создание семьи. Это так просто, как все гениальное. Благословите сына утром, когда он идет в школу, или дочку, которая собирается на свидание, и вы подключите детей к огромной энергии рода. Поставите защиту от напастей, несчастья, плохих компаний, насильников, грабителей на улицах. Зависти. Обратитесь к вашим родителям, бабушкам и прадедушкам. Попросите их благословения для себя, ваших детей. Здесь не предусмотрено сложных ритуалов и многословных молитв. Я благословляю тебя. И сразу происходит включение в рот. Будто мгновенно вспыхивает лампочка после щелчка выключателя. Я пользуюсь моментом. Если ты смотришь это видео, папа, пожелай мне успеха во всех моих делах. Бумболха. Мы можем ссориться или не соглашаться с родителями. Поступать против их воли. Результат рано или поздно будет одинаковый. Через много лет мы скулим. А ведь мамочка была права. Пока не поздно, искренне просите прощения у родителей. Миритесь. Уважение старости и забота о молодости – основной закон рода. Прощайте родителей, которые не смогли дать вам любви и воспитания. Понимайте, если ваше рождение произошло в семье алкоголиков или нищих, то это кармическое условие воплощения души. Просите прощения и благословения задним числом. После этого начинает меняться жизнь не только у единого человека, а у всего рода в целом. Ведь энергии Григора только ждут включения, чтобы прийти на помощь потомкам, живущим в темные времена и усилить род в целом на века. Чем чаще вы вспоминаете мысленно, обращаясь к предкам, тем сильнее они, чем выше энергия рода, а значит и помощь мощнее в решении земных дел и задач. Человек не может существовать и развиваться вне рода. Программа будет действовать всегда, хотим мы этого или нет. Но единственное, что мы можем и собственно должны делать, изменять и улучшать эту программу. Соблюдайте законы, очищая род, правильно вспоминая ушедших предков, уважая их и любя живущих. Родовая программа всегда соответствует нашей личной карме. Душа или сознание, выбирая родителей, национальность, место воплощения становится звеном в цепи поколений. И если воплощение происходит в роду, отягощенном проклятиями и негативом, то это шанс очистки всего рода. Достаточно одного светлого пращура и связи его с одним светлым живущим. Род может весь очиститься и набрать иные вибрации энергии. Наш род – это источник силы и поддержки с одной стороны, а с другой – наша карма и наш путь. Если нормальный и успешный внешний человек помещает свою маму или бабушку в дом престарелых, доживает свои дни в одиночестве, то его дети или внуки поступят с ним так же. Если не хуже, человек достигает совершенства в материи и в духе, помогая своему роду на 7 поколений в будущем и 7 поколений в прошлом. Накопление силы, благочестия рода переходит из поколения в поколение. И наоборот, если мы деградируем и идем по пути соблазна и порока, не уважаем и не любим старших, бросаем детей, мы выкачиваем энергию из рода на поколение вперед. И с каждым поколением становится все хуже и страшнее. Этим и объясняется, почему один рождается здоровым и в состоятельной семье, а другой с рожденными дефектами и их оставляют родители. Как мы распорядимся силой, зависит только от нас. Укреплением и очищением рода мы повышаем силу благочестия. Это основа для рождения здоровых и гениальных детей. В Ведах сказано, через сына человек приходит мир высший, через внука обретает бессмертие, через правнука вступает в обитель света. Смерти нет. По материалам статьи Саннала Санджеева. Менмит, Квинтеврюмит, Квинтавлан Зотнер. Здравствуйте, друзья! Этим коротким видео я хочу прорекламировать рекламу на своем канале. Уважаемые земляки, хоть я и говорю, что у нас есть команда, но по факту автором, редактором, оператором, монтажером, руководителем и еще много кем другим являюсь я сам. Размещая рекламу на нашем канале, вы поможете нам собрать профессиональную редакцию, состоящую из журналистов, операторов, редакторов и многих других профессионалов, которых нам так не хватает. Канал ZAN Online с июня 2021 года изменил график выхода видео на нашем канале. Теперь видео выходит почти ежедневно, и одному подобный темп мне держать становится невозможно. Сразу оговорюсь, я против рекламы пятейных заведений, игровых и букмекерских контор, всяких пирамид, как бы они ни назывались и сколько бы они ни обещали. Также мы не рекламируем ничего политического, потому что про политику я говорю только свое мнение и только бесплатно. Мой канал смотрят те, кто интересуется улучшением мира вокруг себя, саморазвитием, историей и традициями нашего народа. Аудитория не очень молодая, больше всего людей старше 30 лет, ну а детей до 14 лет вообще нет. Цена за ролик до 30 секунд обойдется вам всего в 1000 рублей. Дорогой зритель, отправьте ролик знакомому предпринимателю, может он закажет у нас рекламу. Подробности по телефону 8 961 547 76 64. С уважением, Максим и будущая команда канала ZAN Online. Субтитры подогнал «Симон»!